Фиалки 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 О чем она приходит и уходит, а вот сумки остаются Возможно, вы правы, но это очень большое количество сумок надо покупать Помимо этого еще у вас был такой там бордель Страшное дело, перешагнуть можно было только и остаться в живых, если нога в брительку от лифчики не запутается Девушка думает, я уже ушла от него Да, да, да. И проверила, и мамка не впустила домой, и пришла вот на день рождения, как будто бы случайно, и опять порожняка. Эх, блин, думает она. А вы можете купить такой пушистый коврик, удобный, и у порога его постелить? И там будет место вашей жены. Иногда вы будете ее в свою хозяйскую кровать, правда, звать, когда будет хорошее настроение. Во-первых, она не будет царить, если она будет там же, возле порога. Точно не будет влезать никуда и с предложением, давай-ка, милый, купим новый торшир. Я от нее не услышала. Элементами барокко сейчас... Что-то с трудом постелаю. Не могу представить. Это как в гинекологический кабинет поставить кресло начала 17 века. Ян, люди, которые прожили лет 15, как мы с мужем, делали недавно ремонт. Практически развелись. Это мы 15 лет. Хоть сделали его. Нет. Все до сих пор по рукам бьет. Если я говорю, да, я вызову мастера, он хотя бы звонок сделает. Не трогай я сам. Все дома в проводах. Это такой кошмар, я вам скажу, мужчины. Занимайтесь своим делом, приносите нам конвертики с деньгами. Мы найдем правильных мастеров, правильных дизайнеров. И вам понравится. Ну, не лезьте вы в бабьи дела. Господи, боже мой. Давайте в защиту. Собаку вы ей не позволите завести, а детей. И как скоро? Я хочу детей. Не буду скрывать это в момент. И только варежки сразу им купите, чтобы они не смогли ни рисовать, ни снять с собой что-нибудь. Чтобы они вот так и так были у вас на доме. И не нарушали порядок. Вы знаете, там тоже много женщин. Страшненькие, правда, как собаки. Но неважно. В том и дело, то, что... Хотите красавицу отсюда вывезти, да? Нет. А жить где? В Караганде. В Канаде хочет жить. В Канаде. Ну, просто перспектива жить, нежели чем в России, в Канаде намного выше. Правильно. Вы все уедете в Канаду голубоглазые, а мы здесь будем с татарями. Мы будем возвращаться. Мы обязательно будем возвращаться. Детей свои здесь составлять. Пускай вырастают, находят жену и возвращаются в Канаду. Предлагаю всех желающих уехать с сегодняшнего дня, назвать уезжанты. Вам нужна девушка в общем, можно сказать, обычная. Она должна быть нежной и красивой. Этого достаточно. Очень обычная. Ну, я бы сказала, что обычная, потому что, в общем, девушки, среди молодых девушек еще много не растерявших ни нежность, ни внешность. Но я хочу обратить ваше внимание на тех качествах. Это тебе старческое уже, когда кажется, что все молодые и красивые. Нет, почему симпатичные и нежные. Мне кажется, что неиспорченность. Вот не то, что некоторые телеведущие, скажем прямо. Это нет некрасивых женщин, просто они не знают, насколько красивые. Циничные. Я хочу сказать сейчас про важное для Яна. У вас в ближайший год, может быть, полтора, будет очень-очень непростым. Тут и с партнерами по бизнесу разногласия могут быть, и транспортные неурядицы, и даже риски для здоровья. Да, я, кстати, вам не советовала бы уезжать в ближайшие полтора года, хлебнете лихо. Вам нужна та девушка, которая поможет при всей своей нежности и симпатичности еще уметь переживать трудности вместе с мужчиной. Где-то гасить агрессию, потому что у вас ее будет достаточно в ближайший год. Где-то помогать, останавливать, может быть, от какого-то шага. Мне кажется, мы сегодня должны девушек пристрастно тестировать с точки зрения помощи, Яна. Арина Родионовна, что ли? Почему Арина Родионовна сразу? Она сказки читала. При чем здесь Арина Родионовна? Ну, я имею в виду такая, поддерживая. Роску больше не знает никого. В общем, нужна помощница. Потому что, когда вы зададите в минуту нежности ей вопрос, правда я мужчина твоей мечты? Будьте готовы услышать правду. Какой был, такого взяла. Или, например, ваши тупые вопросы, тебе милый, со мной хорошо, она вам скажет всю правду. Поэтому в анекдоте мужчина решил протестировать трех невест. Дает каждый по тысяче долларов и говорит, как вы будете распоряжаться. Одна потратила все на себя, другая на мужа. А третья поровну 500 на себя, 500 на мужа. Знаете, на ком женился? На той, у которой ноги длиннее. Невеста может изменить, она может прямо из-под венца убежать. А коня железного поставил, застраховал. И хорошо. Что ты смотришь? Вот и Роза согласна. А девушка потом, когда вы купили машину, она не написала письмо в стихах на капоте? Нет? Гвоздем. Нет, не написала. Ветка сирени упала на грудь. Милый Серега, меня не забудь. Нет, не написала? Нет, не написала. А я-то не писала. Хорошо. Вот так вот четыре года поматросил девица. Они приходят и уходят, а машина всегда будет. А может быть подождите лучше? А потом, в общем-то, через четыре года нормальный хозяин и машину меняет, а тут живой организм. Тоже жесть таскивается. Я считаю, что лучше будет и честнее, будет сразу огласить весь список покупок, которые вы хотите совершить до брака. Это зло. Нет, потому что вдруг ему захочется еще и квартиру до там. Ну вот, например, мне не обязательно, когда я прихожу домой, чтобы все внимание было приковано ко мне, чтобы вся моя семья сразу мгновенно вокруг меня собиралась. Конечно, какое-то время... А невеста до вас была, которая хотела, чтобы ее часа четыре перед сном гладили по голове и говорили, что она самая лучшая, и рассказывали каждый день, у нее, видать, амнезия, как познакомились и как что почувствовала при первой встрече в течение четырех часов. По кольцу так. Потом опять. Так что кому как. Огромная. Это такая специальная татарская диета. Ничего, кроме шоколада. Видите, как выглядит. Поэтому и бабочки слетаются на нее. С кем вы пришли? А это называется климакс. Меня дома не застанет. Спасибо большое. Очень понравилось. В трусах нравится. Ростенька без трусов понравится. У них много общего. Кстати, слава богу, что в трусах пришел жарко. В общем, у вас тут... Ну, вы видите, у нас появился на самом деле прекрасный предмет для обсуждения. Да, трусы, мои трусы, да. Вот жених попался, а. Второй раз приходит за женой, и второй раз я слушаю, что, собственно говоря, в постели он не жеребец. Вот как вас пристраивают, собственно говоря, а. У нас сейчас вот... Понимаете, я просто... А вы еще 10 детей. У меня другие ценности, у меня немножко другие ценности во мне воспитаны. Так детей-то делать надо. Я за гармоничное развитие, вы понимаете? Рост, он просто сказал о разности температуры. А трое детей, трое детей тоже сил нужны. А ты считаешь, что если мужчина, как швейная машинка Зингер, что это, продуктивно? Ну, нельзя же быть таким честным-то. И, Рост, меня как раз гораздо больше волнует, что Сергей очень любит острые эмоции. Вот вы даже на программу пришли с другом, которого выбрала на прошлой программе девушка, к которой вы пришли. Смотрите, с одной сестрой крутили роман на глазах у другой. В этом есть определенная демонстративность и сложность сценариев. А вы, кстати, не женились? С соперником пришли в качестве друга уже. А я... А я напряглась по поводу вашей любви к детям. Сегодня меня это очень вообще пугает. Ну, вообще, да, сейчас это очень так на слуху. Значит, женщина нужна успешная, пускай будет, пускай карьеру делает, пускай ребеночек будет. А вы, собственно говоря, созерцайте дома, готовьте ей ужины, ждите его. Какой ужас? А потом у него вырастут сиськи. А что теперь делать? Потом у него отвалится хвост, как нужно в хозяйстве. Зато пристроим. Какой ужас. Не слушайте Розу. Как-то не слушайте. Она плохо себя чувствует, она болеет, поэтому... Потом фарточек мы вам подарим на свадьбу от пирога. С одной стороны, конечно, я могу начать разговор с того, что... А оно вам надо чаще. Что в этом хорошего? Господи, Господи. Это же не конфет садки. Ну, как-то хотелось бы, в принципе. Ну, это так, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, трудно поверить, что вот такая красавица, как вы, голубоглазая, рыжая, молодая. И вдруг все ли с ним было в порядке? Ну, наверное, спустя три месяца все пошло как-то под откройство. Может, ты закормил конфетами и шоколадом, вы прыщами покрылись в ненужных местах? От этого он там нет? Нет, нет, я за собой... Нет, я за собой... Ну, я действительно очень трепетно отношусь к своей внешности. Все было просто отлично. Просто вот как свадьбу отыграли? Человек сказал, мне это не надо. Все. Ага. То есть и... А когда женихались, надо было? Вы знаете, если мне говорят, что, знаешь, на улице жарко, поэтому... А ты летнешь? Давай отложим, ну, до осени. И что она на это сделала? Что отложим до осени? Как это? Ужас какой-то. Ужас какой-то нет. Вы просто ждете, ждете эту осень. Первое октября, вы к нему блысь в постели, а он еще говорит, отморозил. Нет, 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 вечером с друзьями, поэтому надо быть в форме. Встречаемся. Мариночка, скажите, ну вот тот самый раз, который в год случался... Нет, это было, знаете, две минуты, и то неправда, потому что очень быстро... Мы очень быстро рисовали. Понятно. Да, это не жизнь, конечно. А пробовали сказать, есть такие специалисты специальные, я даже накопила на этого специалиста. А может быть, им надо было... Я делаю по-другому. Как? А мы в Германии, я говорю, пойдем в секс-шоп зайдем. Мы зашли, он говорит, ничего интересного для меня. Я говорю, ну а для меня интересно. Что ты тут не видела? Пойдем лучше посидим на лавочке, либо в баре пиво попьем. А сколько ему было, 61 или 62? Нет, я сижу в пижаке, я, к сожалению, не могу вам показать свои татуировки. У меня на одной ноге написано не отступать, а на второй не сдаваться. А, ну тогда лучше заменить расстрелом, чем связь с вами. Вы же вынесете мост. Есть такие придумщики, которые вот, как наш этот, ходит с этими пузырями, дал обед безбрачия, умник. А, вассерман. Да, вассерман. И не женат, ни котенка, ни ребенка, ни женщины. Поэтому, нет, иногда ты ставишь себе какие-то глупые табу, даешь глупые клятвы. В другом городе мне неудобно ехать. Вы знаете, мне кажется, это унизительно. Я понимаю, что жена не должна провязываться, но звонит. Здравствуй, Петр. Не хотел ли бы ты увидеть все-таки свою дочь в конце концов? Нет, я согласна, правильно. Или хотел бы, или не хотел бы. Я терминатор, самарский терминатор. По совместительству я так же в линз, черкас, все для тебя. Спасибо, супер, лучший, лучший, просто сюрприз. Спасибо огромное, проходите с вами, друзья. Это молодец. Что скажете, девочки, вы что такие грустные? Молодец, классный, нет. Он немножко стеснялся, но потом, конечно, он раскрылся на сцене. Их мне бы лет 20 сбросить, я бы его в раз ухохотала. Понравился, Свет? Вот что значит чувство юмора? Когда можно подсмеяться над собой, и он все равно, да, он растерялся, но он продолжил. Молодец, выставил отлично. В нем есть то, чего у вас нет абсолютно, а нужно бы. Действительно, самая ирония, взгляд со стороны на себя. Своей коллегой по работе мы поехали к друзьям в Москву как раз таки. И там наши отношения приобрели больше, более чем дружеский характер. Хотя на работе мы очень сильно дружили. Ну, может быть, неформальная обстановка и какие-то романтические наши прогулки привели к тому. Конечно, ну, естественно, командировка, выпили, как говорится, и закружилась. И задружились, ты хотела сказать. Но. Приехав в Санкт-Петербург, продолжали наши отношения. Ну, тайно. Да. Перчинки это, конечно, прибавляло. Очень сильно прибавляло. Но на работе не приветствовались такие близкие отношения. И не хотелось слухов в свой адрес от... Олег, скажите честно, что вам эти отношения уже были и не нужны, в общем-то. Нет, почему не нужны? Здесь было чувство, которое я бы назвал любовью. Ой, гонит. Ой, гонит. И вот мужчина, влюбленный, до потери сознания, приезжает и говорит. Ты знаешь, ну, я дружбу с тобой ценю больше. Поэтому давай останемся друзьями. То есть я не буду больше тебе дарить цветы, спать с тобой иногда, жениться. Это, Боже, вообще даже речи быть не может. Это было нашим оболюдом. Потому что я не хочу терять тебя как подругу. Это вы здесь решили нас вот таких трех акул. Акулеч, я бы сказала, так вот. Но вас разве проведешь? Конечно. Субтитры подогнал «Симон»!